Здравствуйте, уважаемые зрители канала про цветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Сегодня поговорим о такой важной процедуре, как обеззараживание теплицы. На улице уже совсем тепло, а значит скоро в теплицу нужно высаживать рассаду. Теплицу нужно в обязательном порядке помыть и продезинфицировать. Существуют различные способы дезинфекции. Многие по старинке используют для этого серные шашки. Однако едкий дым серных шашек разрушает поликарбонат и окисляет металлические конструкции теплицы. Я не рекомендую использовать такой способ. Для обработки теплицы я использую самый простой и надежный способ. Это обработка с помощью такого средства дезинфекции, как биопак. Биопак это дезинфицирующее средство, которое используется для дезинфекции твердых поверхностей, для дезинфекции посуды и оборудования. Также биопак можно использовать и для обработки нашей теплицы. Биопак применяется для дезинфекции от грибковых, вирусных и бактериальных инфекций, а также против различной плесени. Обработанные поверхности раствором биопака сохраняют антимикробную деятельность в течение 36 недель. Фактически один раз обработав теплицу данным раствором, мы оберегаем наше растение от различных патогенов на весь сезон. Биопак продается в различных емкостях. Это вот такие литровые бутылки и маленькие бутылки. Расход жидкости крайне незначительный. Для обеззараживания теплицы нам понадобится всего 10 миллилитров биопака на 10 литров воды. Содержимое размешиваем, берем обычную губку для посуды и протираем теплицу. Все, наша дезинфекция прошла успешно и можно высаживать рассаду в теплицу. Особенно выгодно использовать биопак для владельцев крупных тепличных хозяйств, ведь расход очень небольшой и стоимость данного средства также незначительная. Следует отметить, что раствором в такой же концентрации можно дезинфицировать не только поверхности теплицы, но и почву в теплице. Берем раствор, заливаем в лейку и проливаем почву. Почва будет защищена от различных патогенов. Но нужно отметить, что такой раствор уничтожает не только патогенную микрофлору, но и полезную. В обязательном порядке через две недели после обеззараживания грунта нужно заселить в него полезную микрофлору, конкурентную микрофлору. Можно использовать препараты на основе сенной палочки, либо использовать препараты на основе почвенных грибов. Это может быть метаризиум, это может быть триходерма. Их можно вносить как в сухом виде в почву, либо готовить раствор. Одна чайная ложка на 10 литров воды. Раствором проливаем почву для активизации микрофлоры. Если же у вас под рукой нет подходящих биопрепаратов, можно использовать и другие способы. Можно вносить в теплицу компост. В компосте крайне много полезных микроорганизмов, которые благотворно скажутся на здоровье почвы. А еще можно использовать древесную труху. Понадобится 2 литра древесной трухи на квадратный метр площади. В древесной трухе есть актиномицеты, которые улучшат состояние почвы, а также есть триходерма, которая будет способствовать здоровью почвы и будет уничтожать различные патогены. Биопак также можно использовать и для обработки сада. Раствор готовится в той же концентрации. Опыты показали, что обработка таким раствором плодовых деревьев благотворно сказывается на их здоровье. Особенно эффективно обрабатывать косточковые культуры, обрабатывать грушу от ржавчины и обрабатывать можжевельник. Обязательно воспользуйтесь таким средством, как биопак и ваши растения и теплица будут защищены от болезней. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!